И снова добро пожаловать на канал научно-практического центра АКМЭ Лаборатория психо-физиологического обеспечения. Получается у меня некий цикл, это третье видео в этом цикле. И остановился я на вот этом видео. Следующее видео о перспективах лаборатории психо-физиологического обеспечения. Тут некие теоретические мои изыскания. И перспективы, которые я описываю в этом видео. Далее о принципах деятельности управления и решениях. Тоже такое организационное видео по моей лаборатории. Рассказываю о том, что, какими документами мы руководствуемся, что мы в соответствии с этими документами делаем и так далее. Речь идет о литературе и современном состоянии общества в отношении чтения, литературы как таковой, что мы читаем. В общем, одним словом, социальное видео. Обновление ЛПФО. Честно говоря, уже не помню, о чем я там говорил в этом видео. Но, видимо, о чем-то новом, судя по названию. Рассказываю более подробно о сайте ЛПФО, что он из себя представляет, что содержит, какие на нем разделы находятся. Но прошло достаточно много времени. Вот обратите внимание, это видео было снято год назад, а сейчас очень-очень-очень-очень много нового на этом сайте появилось. Поэтому заходите, смотрите, изучайте. На тот момент, на то время это было актуально. Сейчас много нового появилось. Тоже о сайте, тоже о сайте, о сайте. Рассказываю о онкологии. Очень тяжелое видео. Социальное видео. Об онкологии и отношении к медицине. И к ситуации в нашей Российской Федерации, в России, к медицине и связанных с ней проблемах. Здесь социальное видео по атомной отрасли и мое отношение к тому, что происходит сейчас в этой отрасли. Посмотрите, может быть, вам будет это интересно. Я уверен, что проблемы несколько схожи в разных областях деятельности людей. Как в авиационной, транспортной, в атомной. Проблемы, я думаю, одинаковы. Это мое теоретическое видео о философии. Моя философия. Рассказ о методике Дембору Минштейна. Методике, без которой нельзя обойтись ни в коем случае. Вновь продолжаю рассказывать о сайте лаборатории. Тоже о сайте лаборатории, а и о форуме лаборатории. О сайте, о новостном блоге лаборатории. Посмотрите, если будет интересно. Я особо на этом видео ваше внимание не заостряю. О правилах поведения на нашем форуме возникали проблемы. То есть люди начинали как-то грубо высказываться. Употребляли ненормативную лексику и так далее. Тут речь идет о том, какими принципами мы руководствуемся в ведении наших новостных сервисов, блогов. Мы одновременно находимся, обратите внимание, на зарегистрированную лабораторию на Facebook, в живом журнале, ВКонтакте и, собственно, на YouTube. И существуют определенные принципы нашего общения с людьми, взаимодействия, разговоров. И вот о банах речь идет. Вот если человек ругается на форуме, употребляет что-то нехорошее, какие-то слова, эти правила описаны на нашем форуме, их можно почитать. Мы, соответственно, очень жестко все это ограничиваем. Социальные видео. В свое время я проходил обучение по методике Антония Морена. То есть я исповедую, как я уже говорил в предыдущем видео, классический советский подход, в принципе, изложенный в работах Снежневского. Ганнушкина, Рубинштейн, Собчик. Тоже оттуда все это. Но, тем не менее, обучался на методику Морена психокоррекционной. Нравится мне этот подход. Интересный. И работает он неплохо. Проводил я групповые тренинги, семинары. Осуществлял видеотерапию. У меня подборка хороших фильмов. Их, наверное, штук 20, которые я использую в этой своей работе в рамках психокоррекционной реабилитационной деятельности. И некоторые из них я здесь выкладываю. В частности, премия и таежная повесть. Работа с АСЛПФО вновь повтор. Видимо, какие-то вопросы были. Правильное понимание действительности и страх быть непонятым. Посмотрите, что-то связанное с ММПИ. Социальное видео. Я крайне негативно отношусь к нашей правоохранительной системе. Никогда с ней не был особо близко связан. Показывал какие-то там консультационные услуги. Проводил экспериментально-психологические обследования в рамках судебных экспертиз. Несколько десятков таких экспертиз у меня было по изнасилованиям, по тяжким телесным и так далее. Но в целом, мое отношение к правоохранительной системе крайне негативное. То есть, у нас сейчас оборотни в погонах. Это просто-напросто бандиты в погонах. Таково мое отношение к общей системе нашего полицейского государства. Бандиты в погонах. К ним подходить страшнее, нежели подходить к бандитам. С бандитами можно разговаривать, с полицейскими нет. Ужасная ситуация. Причем финансово они очень хорошо живут сейчас. Ну ладно, это уже частности. Далее, появились у нас иноязычные методики на сайте. Для нескольких языков. Значит, украинский, белорусский, французский, немецкий, английский. И эти методики мы адаптировали. Мы их перевели. У нас был неплохой переводчик. И мы предложили, это было связано с моей поездкой в Германию, немецкий язык. Методики адаптированы. Был я в Германии, пообщался с коллегами. Очень было интересно. Ну и, соответственно, они были поражены тем, что вообще существует что-то иное, нежели психоанализ. Соответственно, апат о психологии немцы ничего не знают. Представляете себе? То есть, ядро, фундамент, то, что было заложено советской психиатрической наукой с 40-х, 50-х, 60-х годов прошлого века, к сожалению, для них белое пятно. И вообще без этого работать нельзя. Без патопсихологии, без этих методик. Они, к сожалению, в этом вообще ничего не понимают. У них одно на уме Фрейд. Фрейд. Правила форума, изложенные в этом видео. Продолжение цикла по полицейской психологии. Крайне негативные мои отношения. Это бандиты в погонах. И никак, это даже не оборотни, это бандиты в погонах. Тезауру свойств личности. Речь идет о 92-х свойствах личности человека. Мы пытаемся их оцифровать и создать новый тест. Уникальный тест. Он имеет под собой очень мощную теоретическую подоплеку, основу. Ну и, соответственно, сейчас мы ведем работу. В нем будут 10 тысяч вопросов, более 10 тысяч вопросов. И мы пытаемся создать нечто новое в этом направлении. В оцифровке личности. Искусственного интеллекта и так далее. Очень интересное видео. Оно родилось действительно из практики. Что и как, сколько времени должен тратить медицинский психолог для своей работы. Приведены различные методики. Приведены примерные трудозатраты по времени. По использованию каждой из методик. Соответственно, это просто, прежде всего, информация для отдела труда и заработной платы. Для АТИЗа, отдела организации труда и заработной платы организации. Очень полезная информация. Часто не специалисты думают, что мы что-то там руками водим, пассы какие-то делаем. Гипнотизируем кого-то. Они не понимают, как и что мы делаем. Как мы работаем. А здесь все в цифрах. Есть к нам какие-то проблемы. Вот, пожалуйста, значит, давайте будем разбираться по времени. Конкретно. Четко переданы цифры. Чтобы вопросов не возникало. Сколько времени мы проводим обследование. Сколько мы должны за это получать. По дорожной карте психолог должен получать 54 тысячи. Кто из вас, уважаемые коллеги, получает такую сумму, есть? Подпишитесь под этим видео. Я у вас отдельное видео сниму. В таком богатом психологе. Но официально дорожная карта, утвержденная президентом Российской Федерации, написана строка. Заработная плата психолога должна составлять 54 тысячи с копейками. Опять же, расчет времени, основные принципы и диаграммы проведения психологом экспериментально-психологических исследований и психоизиологических обследований. Прошло обновление автоматизированных методик ЛПФО. Мы их обновили и предоставили их бесплатно тем, кто у нас их приобрел уже. Социальное видео о человеческом факторе, взаимодействии людей на дорогах и так далее. Посмотрите, там интересно. Психиатрия, психофизиология и оружие. Тоже в некотором смысле такая тематика на стыке между медициной, психиатрией и психологией, психофизиологией. Психиатрия и право на вождение автомобиля. Легкий способ приобретения продукции ЛПФО. Мы, к сожалению, от него сейчас уже отказались. Но если будет интересно, посмотрите. Как найти сайт ЛПФО? Говорится о том, что мы совершенно просто находимся. Просто набираем ЛПФО. И фактически там в первых строках, первая и вторая строка будет наш сайт. Наше видео можно посмотреть. Найти наш канал, сайт. Ну, о котором, собственно, вот мы уже с вами сейчас вот говорим. И на котором находимся. ЛПФО ПРО. Как его найти, этот сайт? Был анонс автоматизированного заключения Спектр. То есть, более года назад мы это программное обеспечение разработали. Успешно его используем и применяем в своей лаборатории. И предлагаем вам это автоматизированное заключение. позволяет быстро, за несколько, там, 10 минут, максимум, 5-7-10 минут, составить быстро, автоматизированно, грамотно заключение по результатам обследования. Будь то медицинского клиника, клинического, медико-психологического исследования. Или же какого-то мониторинга в рамках промышленного предприятия или организации. Речь в этом видео о недостаточном финансировании психофизиологов. Работаем не на очень новых компьютерах. Мы пытаемся этот вопрос решать. Уделяем этому вопросу большое внимание. Программное обеспечение. Компьютеры должны быть самыми лучшими и современными. Без сомнения. Они должны быть у всех такими, но у психологов в особенности, по ряду причин. Посмотрите это видео. О взаимодействии врачей и психиатров. То есть, некоторая такая ситуация конфликтная. Что психиатры из себя представляют, что медицинские психологи. Кто что знает. Посмотрите, будет интересно. Разговор о сайте функционале, сайте ЛПФО. Презентация, обзор общих функций автоматизированного заключения спектр рассматривается в этом видео. Рассказывается об инструкции данному программному продукту. Рассказывается о простой зрительно-моторной реакции, сложной моторной реакции и реакции на движущийся объект. Собственно, эти три реакции позволяют проводить так называемые входные обследования. Входной контроль персонала ответственных участков работ. Будь то авиадиспетчеры, летчики, я не знаю, атомщики, операторы блочных счетов управления на атомных станциях. В общем, ответственных лиц надо, крайне надо, необходимо обследовать перед выходом на рабочую смену. И эти три методики, включенные в аппаратно-программный комплекс, автоматизированный программный комплекс контроль-доступ, мы предоставляем. Мы получили на него патент, он себя хорошо оправдывает. Он дает подлинную информацию, формирует вывод, годен-негоден, допуск-недопуск, до рабочего места. Рассказываю об интересной особенности методики ММПИ, в частности, по времени. Посмотрите видео, поймете более подробно в самом видео. Но речь идет о том, что вообще такого больше никто не делает, похоже, не делает. А мы вот сделали уникальную вещь. Мы оцениваем не только шкалы ММПИ, но и время, затраченное испытуемым на ответ на ту или иную шкалу. Речь идет об ассоциативном эксперименте, опять же, о полном наборе методик, применяемых медицинским психологом. Расчет времени специалистов медицинских психологов, что и в какой последовательности мы делаем, должны делать в клинике. Прежде всего, этот документ можно скачать и в наших информационных материалах, эту таблицу. Социальное видео. Кошмарное. Допустим, самое простое, что вспоминаю из этого видео, 9 месяцев назад его записывал, это сравнение цифр. То есть, санитарочка медсанчасти в Екатеринбурге получает 4000 рублей, а в Москве, предположим, 35 тысяч за ту же уточку. Ну, это, в общем-то, речь идет о, собственно, вообще о плате работы не только санитарок, да, ну и вообще от медицинских психологов. Уже упомянутая мною дорожная карта, по которой психолог должен получать. Откройте, найдите в интернете, она доступна. Президентам утверждена, подписана. Где мои 54 тысячи? Значит, социальное видео. Скорость реакции человека. Очень интересное видео по поводу вообще руководителей, способности руководить. Полевой устав Красной Армии, 71-я статья, говорит, что основной фактор управления – это принятие решения. Если этого не происходит, человека нельзя назвать руководителем. Новые разделы у нас появились на сайте, новая литература. Мы написали книгу в лаборатории, то есть основной ее автор я и моя коллега Людмила Викторовна Шабанова. Вот мы вдвоем написали интересную книгу и с этим будет связан возможный сюрприз, подарок моим подписчикам на нашем канале с этой книгой. Она очень интересная, полезная. Она родилась в огне, она родилась в практике. Там нет воды, там только очень конкретные, надежные слова, методики, мысли и фразы. Как мы должны работать? Мы практики прежде всего и пытаемся все получившееся из практики обобщить в некую научную концепцию, мысль, теорию и так далее. Мы приглашаем к сотрудничеству психологов, специалистов. Вы можете работать вместе с нами, наравне с нами, как наши равноправные коллеги и соответственно это будет приносить вам доход, заработок. С ЛПФО можно заработать. Обратите внимание на это видео. Поздравление с 2015 годом. Речь идет об уникальной особенности нашей методики MMPI. В частности, возможности посмотреть время ответов на тот или иной вопрос. Ответы на в целом шкалы можно оценить. Уникальная вещь. В общем, в два щелчка пальцев можно написать кандидатскую, а то и не одну, а то и 10. Имея, обладая данным инструментом, в частности, нашим программным обеспечением методикой MMPI, можно запросто написать кандидатскую диссертацию. Все готово, господа. 16 лет лаборатории. Официально с 2002 года мы существуем, с 2001. Но 16 лет вообще мы работаем, как мои коллеги, изначально не было лаборатории, были просто отдельные специалисты. В 2001 году мы объединились в некую лабораторию, стали оказывать услуги по оценке персонала ядерно-топливного предприятия. Соответственно, всего нам 16 лет, но официально с 2001 года. Но всего 16. Хотя на сайте вот здесь указано 13 лет. На самом деле это не совсем так. Специалисты работали с уже, одним словом, 16 лет получается. Социальное видео. Кто-то мне там что-то писал. Я не приемлю грубости, хамства, мата и так далее. И тут об этом говорится. Еще раз о результатах простой зрительно-моторной реакции, о современном состоянии психологии в нашей Российской Федерации, в плачевном этом состоянии. Соответственно, был создан нами в лаборатории сборник стандартизированных бланковых методик. Он нами предлагается. Он стоит не очень дорого. Вы можете его приобрести. Не приобретая методики, вы можете приобрести сборник. Он не в полном объеме. Там отсутствуют ключи. Но, тем не менее, все необходимые моменты как-то инструкции, стимульный материал, они в этом сборнике присутствуют. Кому-то вот это показалось удобным, полезным. Мы этот сборник создали и предлагаем приобретению. Еще раз усовершенствовали методику таблицы Шульте. Появилась шестая таблица. Посмотрите видео, поймете, с чем это связано. Вообще, в классической методике Шульте их пять. Шульте, если правильно, ударение на последнее Е, но прошу прощения, как-то у меня все не получается. Шульте или Шульте. Правильно, Шульте. 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 Шесть таблиц. Новая методика. Вернее, не новое, а усовершенствованное. Посмотрите это видео. Очень интересно, очень полезно в плане понимания, куда же движется эта методика вообще в своем развитии. Значит, мое негативное отношение к полиции, к преступникам в погонах, мое отношение к психиатрии и к той ситуации, в которой она сейчас находится, детские патопсихологические методики, о них идет речь на сайте. Аппаратно-программный комплекс контроль-допуск, он включает в себя три методики, я уже об этом говорил. Качественные и количественные диагностические методики. Приобретение и регистрация автоматизированных методик. Ну, обычные видео. Значит, социальное видео, один из лучших, на мой взгляд, психотерапевтических фильмов, посмотрите, фильм 2008 года. Социальное видео, к сожалению, к моему глубокому сожалению, это так, то, что изложено в нем, очень печально. Рассказ о тесте структуре интеллекта Векслера и как мы с ним работаем, не очень уважаем, но используем. Предпочитаем тест Равена. Кратко рассказываю в лаборатории, о результатах ПФО, их статики и динамики. Вновь повторяюсь о психологических противопоказаниях, результатах методики ММПИ и их средним показателям. Обращаюсь к руководству корпорации Росавиация. Обратите внимание, коллеги, кто работает в авиационной области. Это связано с крушением самолета, немецким самолетом. Как зарегистрироваться на форуме и получить доступ к прочим сервисам лаборатории. Здесь ругаю медицинских психологов, которые просто ленятся в своей работе, не делают элементарных вещей, предпочитают попить чаек после обследования. Скажу вам прямо, я, мои сотрудники без ложной скромности, мы начинаем свою работу в 8 часов утра и заканчиваем ее в 5.10. Не вставая, работая ежедневно на протяжении многих-многих лет. К чаю мы позволяем себе полчаса отвлечься, и это так, и это не шутка. Действительно, все эти 13 лет мы работаем, не вставая со своих рабочих мест. Работаем, работаем и работаем. Никаких чаепитий, не отвариваем пельмени и так далее. Мы работаем. У нас 8 часов рабочего времени. Лень современных медицинских психологов. Сводная таблица по методике ММПА, еще раз, видимо, к ней возвращаюсь. Рассказываю методике Кетелла о медицинских профосмотрах и чем они отличаются от работы психофизиологов. Критикую работников науки и провожу четкую черту между подлинными учеными и псевдоучеными. Практиками и теоретиками. Еще, видимо, мы задали вопрос, как продукцию нашу приобретать. И я на этом, видимо, снова подробно остановился. Социальное видео. И опять о методике ММПА. О ней можно говорить бесконечно много. Чрезвычайно красивая, умная, точная, оригинальная методика ММПА. Вновь об исключениях предметов, но уже для детишек в возрасте 4-5 лет. Надо сказать, что методик исключения предметов у нас несколько, в том числе и для детей. Классические варианты, только те, которые мы проверяли, которые можно использовать для специалистов, психологов, работающих где-то в дошкольных учреждениях. Теоретическое социальное видео. Социальное видео. Волнует меня судьба России. За державу обидно, как я уже говорил. Исключение предметов для детей 6-7 лет. Я рассказываю об этом варианте. И, соответственно, детский вариант и лучшая версия для детей. Я не помню, по-моему, до 11 лет. Исключение предметов детский вариант. Четвертая версия. Социальное видео и критика современного состояния психологии. Так называемого психологического чёса. Посмотрите. Очень интересно. Знаете, как артисты приезжают, едут по всем городам и весям Российской Федерации. И выступают с концертами. Хорошие или плохие. Качественная ли сцена, некачественная сцена. Но я имею ввиду музыка и так далее. Вот то же самое происходит в психологии. Посмотрите. Есть о чём задуматься. Стоит ли ездить на какие-то курсы, семинары и так далее. Социальное видео. Социальное видео. Очень тяжёлое видео. Социальное видео. Не смотрите, что названо. Мой любимый анекдот. Но в любом случае, моя тематика, моя голова переполнена моментами психологии, социальной жизни, общества. Посмотрите. Будет интересно. Общее представление о патопсихологической методике классификации. Краткая видеоинструкция для обследуемых по работе с автоматизированными методиками ЛПФО. Которые получают дистанционные психологические обследования работники. Социальное видео. Критика современного состояния психологии и системы образования в области психологии. И в шутку, и всерьёз. Психологическое видео. Техническое видео по поводу наших программных продуктов и необходимых условий его функционирования. То есть, что необходимо знать и уметь, как минимум, чтобы наши программные продукты работали. Они работают, мне кажется, в любом случае. Но определённые ограничения, они присутствуют, конечно, как везде. Идеала в этой жизни не существует. Но они там буквально сотые доли процента эти ограничения работы нашего программного обеспечения составляют и имеют. Ещё раз о результатах психологических обследований. О результатах, которые мы получили на нашем сайте в связи с развитием нашего сайта. И как мы его модифицировали. Методика фрустрации Розенцвейга. На этом, наверное, я остановлюсь и закончу уже в следующем видео, в четвёртой части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!